Можно ли носить чужие вещи, приметы? Споры по поводу того, можно ли носить чужую сумку, платье или туфли, становятся все более актуальным благодаря развитию сети секонд-хендов и сайтов, на которых можно приобрести что-то с рук за небольшие деньги. Отбросив в сторону соображение гигиенического порядка, посмотрим, что говорят на этот счет народные приметы. Носить чужую одежду – приметы опасные? Младшие дети в семье всегда что-то донашивают за старшими. Это никогда не считалось чем-то зазорным. Да и церковь, в общем-то, не запрещает отдавать на благотворительные цели ненужную одежду, наоборот, помогает раздавать ее нуждающимся. Откуда же тогда взялось утверждение, что носить чужие вещи – плохая примета? В реальности все зависит от того, кто был их предыдущим владельцем, какая судьба его постигла. Одежда. Куртка, сапоги, кепка или рюкзак – все, что так или иначе контактировало с телом человека, пропитывается его энергетикой. Если бывший владелец был скандальным, вредным или невезучим, частичка его душевного мрака впиталась в вещи и перейдет по наследству новому хозяину. Можно ли носить чужую шапку? Примета говорит, что ее бывшего владельца часто посещали дурные мысли. У следующего обязательно будет болеть голова. Почему приметы запрещают носить чужую обувь? Это связано с возможным оступлением от начертанной судьбы. Раньше к таким действиям относились настороженно, даже в бедных крестьянских семьях особенно, если речь шла о детях. Считалось, что ботинки или сапоги с ноги шалопая могут увезти парня или девушку с правильного пути. А вот разжиться обувкой богатого и успешного родственника не возбранялось. В целом эзотерики настаивают на том, что нельзя носить чужие вещи, если они контактировали с больными или порченным человеком, достались очередному владельцу неправильным путем, сняты с умершего и при этом не очищены добрым, должным образом. Почему примета запрещает носить чужие часы, очки и цепочки? Любые аксессуары также получают особый энергетический заряд, но их чаще используют для намеренной передачи негатива. Особенно активно ее впитывают камни и металлы, в первую очередь драгоценные. Если такие предметы случайно найдены на улице, их желательно обходить стороной. Не исключено, что этот подклад, через который новому хозяину может перейти чужая порча. А как быть с ювелирными изделиями, полученными по наследству? Их надо качественно почистить водой, огнем и солью. Нехорошая примета носить чужое в речальное кольцо, если брак его прежнего владельца распался. Такие вещи желательно отправлять в переплавку. В отношении чужих медалей приметы еще более категоричны, даже примерять их непростительное кощунство. КОНЕЦ